Здравствуйте! Эфир телеканала ЛРТ продолжает программа «Диалог с главой». Мы работаем в прямом эфире. Звоните в нашу студию и задавайте ваш вопрос главе городского округа Люберцы Владимиру Петровичу Ружицкому. Напомню, номера телефонов 8 498 642 1952 и 8 498 642 1952. Сегодня глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий расскажет о том, как проходила рабочая поездка губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в Люберцы. И также мы узнаем, в чем особенность проведения выборов в этом году. Владимир Петрович, здравствуйте! Добрый вечер! Здравствуйте! Всех, кто сегодня с нами, всем здравствуйте! Владимир Петрович, недавно к нам с визитом приезжал губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. В ходе визита он встречался с жителями. И сейчас я предлагаю посмотреть сюжет о том, с какими предложениями к нему обращались жители на этих встречах. Хорошо, хорошо. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие региона с активом городского округа Люберцы. Встреча прошла на территории предприятия по производству вертолётов «Хеливерт». Я придаю этим встречам большое значение. Общение, оно позволяет что-то новое узнать. Как правило, самые насущные вопросы, тревожные, озвучиваются на таких встречах. Среди вопросов, которые особенно волнуют люберчан, развитие промышленности и привлечение инвестиций в округ. Генеральный директор компании, производящий высокотехнологичное медицинское оборудование на территории технопарка «Лидер» Али Эйлазов рассказал о работе предприятия. Спрос на аппараты УЗИ, компьютерные томографы и рентгены до сих пор остаётся высоким. Чтобы удовлетворить потребность в медицинской технике, компания работает в две смены. Мы столкнулись с ситуацией, когда у нас не осталось ни одного квадратного метра свободной площади. Вместе с тем, рядом с нами, с высотой, 1,8 гектара земли практически неиспользуемой, которая принадлежит МОСОПОЛ «Автодору». Если позволите, обращаемся с просьбой. Мы могли бы освоить эту территорию, вложить туда ещё сотни миллионов рублей, построить предприятие на площадь более 10 тысяч квадратных метров, создать более 100 рабочих мест. С удовольствием. Давайте обращение. Если, я думаю, «Автодор» может подвинуться или куда-то переехать, очевидно, что вы для нас находка. Очень приятно, что у вас всё получается. На встрече с губернатором выступил и председатель Союза промышленников и предпринимателей городского округа Люберцы, генеральный директор компании по производству кухонного оборудования Сергей Шатилов. В прошлом году предприятие расширило линейку продукции, стало выпускать приборы для дезинфекции и обеззараживания. Оборудование для дезинфекции воздуха в салонах автомобилей. Мы думаем, что это будет очень актуально для такси и для маршрутных автобусов. Мы просим вас рассмотреть вопрос о том, чтобы Министерство транспорта поручить протестировать это изделие. Поручение Минтранспорта я дам. Пусть рассмотрят, насколько это важно, целесообразно. Соответственно, тоже дадим вам ответ. Руководитель сообщества «Нежный бизнес» Наталья Муравьева в свою очередь обратилась к губернатору с просьбой поддержать инициативу создания творческих мастерских и каворкинг-центров на предприятиях Подмосковья. В Люберцах подобный опыт уже есть. Здесь успешно реализуют свою программу Центр рукоделия и творчества, объединяющий мам, особенно деток, людей, которые не могут работать полный, полноценный рабочий день. В общем-то, эта инициатива активно поддержана и имеет свою перспективу роста к тем, что это самозанятые, это дополнительные рабочие места. Для нас это имеет принципиально важное значение. Те, кто вышивает, печет, стряпает, шьет, оказывает услуги. Будем вас поддерживать, как и весь малый бизнес. Участники встречи обратили внимание на другие актуальные вопросы. Они связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, оптимизацией маршрутов общественного транспорта, а также реконструкцией и строительством спортивных объектов. Прошу вас в рамках реконструкции стадиона «Торпеда» сделать возможным строительство Центра силовых видов спорта. Общий дом для нас, для культуристов, экстремалов. Для нас спорт является очень важным и в парках, и во дворах, и комплексы, которые мы строим. Но и все, что касается на открытом воздухе, мы обязательно будем дополнять. Это целый комплекс программ, мы предусмотрим, будем обязательно это делать. Пожелания и обращения люберецких активистов изучены и взяты в работу. По итогам встречи губернатор Подмосковья дал своим коллегам ряд поручений. Владимир Петрович, когда губернатор общается с представителями местного самоуправления, он подчеркивает, ориентиры власти – это доверие, команда, перемены. На ваш взгляд, о каких переменах на данный момент в Люберцах можно говорить? Ну, я, во-первых, начну с того, с визита Андрея Юрьевича, потому что Андрей Юрьевич особое внимание уделяет Люберцам, Люберецкому городскому округу, хотя для него понятна вся область в приоритете, но он об этом сам постоянно говорит, и на встречу он говорил, что Люберцы – это, по сути, единственный город, единственная территория, единственный городской округ, который имеет, как бы скажем, расположение, где нет границ между Москвой и областью. Кого-то отделяет колецовая дорога, кого-то как-то по-другому, а в Люберцах нет этих различий. И наши жители, они имеют право и претендуют, и настаивают, и правильно делают, что не должно быть различия между Москвой и областью. И мы к этому стремимся. Я думаю, что у нас в этом плане что-то получается. Мы никогда не говорим, что у нас бюджеты разные, деньги разные. Это, я говорю, в пользу бедных такие разговоры. Суть в том, что стоит задача, чтобы мыть по территории, не было различий и отличий. Мы к этому идем, и в этом плане нам помогает очень здорово Андрей Юрьевич, за что я говорю всегда огромная благодарность. Поэтому особое внимание Андрей Юрьевич в этих поездках уделяет экономике, экономическому развитию. И в данном случае мы с ним ряду вопросов обсудили, где мы находимся с точки зрения экономики. Основной вопрос, который показывает уровень развития территории, это создание рабочих мест. Так вот мы за последние полгода создали более 8,5 тысяч рабочих мест. Только в этом году, на данный момент времени, по статистике, более 850 рабочих мест. Мы по количеству средних и малых предприятий мы четко занимаем твердо, третьими, четвертыми регулярно такие места. Хотя мы по территории достаточно маленький район. Мы когда были районом, то мы по территории были самым маленьким районом Московской области. Да, по густе населения, по населенности мы входим в тройку, четверку самых крупных территорий в Московской области, густозаселенная территория. И в базе, в основе нашего городского округа, конечно, это жители. Я об этом везде постоянно говорю. Андрей Юрьевич, у нас замечательная история. У нас в прошлом были развиты все сферы экономики. И на сегодняшний день это позволяет именно жителям, которые имеют опыт, имеют традиции, создавать малые предприятия, средние предприятия, заниматься индивидуальным бизнесом, создавать ИП. И мы по количеству, я уже говорил, мы по количеству среднего и малого бизнеса тоже входим где-то в тройку, четверку в Московской области. То есть по всем показателям мы на уровне. Еще есть показатель, это доходы бюджета. И суть в том, что мы уже только по этому году выросли где-то в бюджете, где-то в пределах 8%. И в прошлом году мы где-то 5-6%. И много это или мало? Это не мало, потому что если мы возьмем 2020 год, год пандемии, когда был провал в экономике на многих территориях, в том числе и в городских округах Московской области, то мы не снизили темпы, мы не снизили уровень экономики, и мы не снизили доходы бюджета, а наоборот мы повысили. Поэтому у нас в принципе все на уровне. О чем мы с Андреем Юрьевичем обсудили? Кроме этого, что заметно, и это люди не могут не замечать, это те изменения, которые у нас происходят в сфере благоустройства, в сфере создания парковых зон, городских территорий, в сфере ремонта подъездов, капитальных ремонтов домов. Мы же все лифты старше 25 лет заменили. Мы сейчас приступаем к лифтам, которые старше 20 лет, мы тоже их заменим. Это все заметно. Суть в том, что мы приступили к реконструкции Урал-5 и Октябрьского проспекта. И вот Урал-5 трасса, мы этим вопросом занимались, я скажу так, лет 15, потому что это всегда была проблема. Если какая-то авария, пробка на Урал-5, Любриза встает. Что-то на Октябрьском проспекте Урал-5 встал, или мы говорим, Новорозанка. И суть в том, что Андрей Юрьевич лично был на приеме у президента, лично и рукой расписано письмо правительству, и было поручение президента о реконструкции Урал-5. И понятно, это решается не в один миг, не в одну ночь, поэтому это были поручения, были проработки, был проект. И сегодня идут такие масштабные работы по реконструкции Урал-5, где мы планируем, если мы говорим от Смирновской, от этого моста через Урал-5 до, по сути, до поселка Октябрьского, вот расширение вот этого отрезка пути, мы говорим там с 19 по 28 километр, эта работа будет завершена в декабре этого года. Она подходит к завершанию, будет расширение. А завершение объезд поселка Октябрьский и мост через Москва-реку, значит, такая работа будет завершена 4 квартал 23 года. И когда это все будет обустроено, понятно, я говорю, что Новорозанка полетит. И самое главное, будет очень удобно Октябрьского, потому что не будет транзита такого, скажем, сумасшедшего через поселок Октябрьский. Что касается Октябрьского проспекта, на эту тему тоже много кривотолков, спекуляций, значит, и говорят, что решение неправильное, потому что эстакада в центре города будет. Дело в том, что такие решения принимает не глава Ружинский, ну и не губернатор Воробьев, а есть специалисты, проектанты, делается моделирование транспорта, и не на 21-й год, а на 30-35-е годы. И мы смотрим, что будет происходить. И понятно, нам, если эти вопросы сегодня не решить, то тогда будет коллапс. И поэтому приняты такие решения. Я думаю, понятно, сегодня неудобно. Урал-5 в ремонте, в реконструкции, Октябрьский в реконструкции, но мы ставим задачу, Октябрьский проспект к 23-му году будет основная стакада построена, а дальше мост через Мальчики, значит, это где-то 4-й квартал 25-го года. И таким образом вот этот участок дороги будет от въезда в Люберце по Шалер-Монтовский проспект расширен, будет расширение Октябрьского проспекта, будет эстакада и выйдет на Егорьевское шоссе. И здесь будет порядка 9 подземных переходов. Здесь будет совершенно другое движение. И понятно, эти решения приняты, и они не просто приняты, а сегодня приступили к работе. И работа идет полным ходом. Что касается других вопросов, то я могу сказать, есть социальные вопросы, связанные, будем говорить, с медициной. Значит, мы ставим задачу строительства хирургического корпуса, это в районе Люберецкой больницы, строительство поликлиники, поселок Октябрьский на 500 посещений. Я думаю, что мы в следующем году к этой работе приступим. Стоит задача построить школы новые, это Красково, потому что есть строительные смены, и поселок Октябрьский, это школы и детские сады. Значит, у нас есть проблемы поселка Октябрьского по воде. И есть соглашение между мэром Москвы и губернатором Воробьевым о том, что Мосводоканал заводит воду в Московскую область. И мы с Мосводоканалом очень плотно работаем. Подписано соглашение, в том числе в этом участвовал Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор, где сегодня ведутся проекты. Я думаю, к 2023 году Московская вода будет в поселке Октябрьский. Она зовет поселок Мирный, там новостройка, а дальше поселок Октябрьский. И мы снимем проблему воды поселка Октябрьский. Я уже не говорю про парковые зоны, реконструкции, потому что это все в развитии. Мы, я думаю, что все заметили, насколько изменились парки наши, что центральные, что Наташинские. Мы обустроили парк Малаховского озера. И сейчас приступаем к третьей очереди парка Малаховского озера, потом к очистке Малаховского озера. То есть мы в динамике, и то, что можно пощупать руками, что увидеть. Поэтому я думаю, что перемены, они видны. И понятно, Андрей Юрьевич, я подчеркиваю, что в работе нужна командная работа. И когда решение принято, их надо исполнять. И поэтому, да, командная работа – это доверие жителей. Мы сегодня представлены во всех социальных сетях, держим руку на пульсе. И мы считаем, когда житель обращается через социальные сети ко мне, либо к моим коллегам, мы считаем, что житель пришел на лишний прием. Эти все вопросы отрабатываем. Владимир Петрович, перемены не только есть у нас в экономике, но также и в досуге. И по прошествии большого количества времени у жителей появилась возможность по-настоящему, по-большому отпраздновать День города. Программа была разнообразная совершенно, культурная, спортивная. Во всех поселках она была. Мы предлагаем сейчас посмотреть сюжет о том, каким увидели День города 2021 люберчане. Хорошо, давайте посмотрим. Люберц, с днем рождения! Крепкого здоровья, счастья и процветания нашему Легерецкому району. Чтобы побольше люди вот так собирались, чтобы веселье было. Чтобы стаж каждым годом, люберцы становились все лучше и лучше. Чтобы все было прекрасно и такие масштабные мероприятия проходили чаще. Любовью напоит на шокург солнца луч Под колокольным звоном мир рожденный И русским духом город люберцы могу Хочу поздравить всех наших жителей с Днем города. Всем здоровья, мира и добра! Продолжайте, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok Я всем желаю здоровья, счастья, чтобы все были рады, довольны. Желаю всем всего хорошего и светлого! Субтитры создавал DimaTorzok Желаю всем счастья, добра, здоровья, чтобы все стремились к своим мечтам и никогда не отступали. Наш край, а люди без любовью Наш край под небом синий-синий Дорогие наши люберчане, Поздравляем вас с Днем города! Желаю вам здоровья, счастья! Люберцы, я думаю, что любят очень многие, кто приезжает сюда, да, и те, кто здесь родился. Наш край под небом синий-синий Хороший город, мне понравился. Весело, чисто, люди добрые, улыбок много. Люберцы, с Днем рождения! Желаю вам здоровья, счастья! Замечательный салют! Владимир Петрович, прежде чем продолжить разговор о Дне города, давайте послушаем зрителя, у нас есть звонок. Хорошо, давайте. Добрый вечер, пожалуйста, представьтесь и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, Владимир Петрович! Добрый вечер! Меня зовут Юлия. У меня вопрос такой по поводу финансирования спортивных школ в городе Люберцы. Дело в том, что с 2018 года школы многие перешли на федеральный стандарт, согласно которому школы должны получать финансирование в плане оборудования спортивного, экипировки, формы. У кого можно уточнить вообще, как обстоят дела в городе Люберцы? Давайте так, я дам поручение. Это вопрос, он такой многоплановый, разносторонний. И у нас есть управление по спорту. Его задавляет Сурков Владимир Владимирович. Я дам поручение, чтобы мы дали информацию в социальных сетях, в прессе. Я попрошу наше телевидение, возьмите интервью такое, пригласите себя с Суркова, пусть даст интервью, возможно, такая беседа, возможно, будут подобные звонки. Я скажу, чтобы он подготовился, чтобы он дал конкретные ответы на конкретные вопросы. Хорошо, сделаем открытый диалог, какой-нибудь сюжет снимем. Если такой спрос, то, конечно, мы эту информацию проработаем. Владимир Петрович, давайте вернемся к дню города. Это был огромный праздник и для детей, и для взрослых, и лица у людей стали меняться, напряженность стала уходить. Скажите, пожалуйста, для вас лично, чем запомнился этот день? Ну, я вам скажу, мы все раз в году точно переживаем свой личный день рождения. Кому-то ходим в гости на дне рождения. И понятно, когда день рождения, то мы готовимся. Готовимся, если какой-то юбилей, то приходит больше гостей. Если какая-то рядовая дата, все равно собираются братья, сестры, дети, внуки, близкие люди всегда как-то присутствуют. И ты к этому готовишься, надо хотя бы в магазин ходить что-то купить. Хозяйка думает, что там она каши варит, ну и надо как-то, скажем, чтобы было в квартире или в доме чистенько. Когда день рождения большого такого города, а мы отмечаем не только день рождения города, но и наших поселков, я об этом чуть позже скажу, то стоит задача подготовиться. И понятно, что для жителей это важно, потому что мы должны организовать некий отдых, что ли, некую такую программу разноплановую, чтобы было весело, было красиво, чтобы можно было погулять, отдохнуть. Можно было бы там, не знаю, мороженое взять, чай попить. Кто-то хочет шашлык погулять, то есть кто-то спортом занимается, кто-то просто хочет поучаствовать в каких-то концертах или состязаниях. Все это мы делаем. И суть в том, что мы к этому готовимся. И я говорю своим коллегам, что понятно, для жителей это праздник, это отдых, а задача администрации, сотрудников администрации, все это подготовить. Мы, конечно, этим занимаемся. Ну и, конечно, мы ставим задачу. Кстати, я не знаю, есть ли в других территориях, районах, городских кругах подобные, потому что мы подобные мероприятия, кроме Любриц, делаем в каждом поселке. Поэтому в данном случае, в этот праздник, у нас было организовано порядка 30 точек по территории городского округа, где проходили самые разнообразные мероприятия. У нас было порядка 22 точек, где проходил спорт, всевозможные соревнования, игры, состязания. То есть это все у нас было, мы к этому готовились. И понятно, все это мы как-то и репетируем, и подтягиваем. И я думаю, что в этом плане что-то получилось, потому что в ходе этого праздника ко мне подходили с благодарностью. Я получил в личку очень много разных, скажем, много лет и спасибо, и организованно было на уровне, и оцениваю. Ну, до сих пор я общаюсь с жителями. Тут, я думаю, еще есть такой маленький момент, такая тонкость. Все-таки человек – это сущность такая коллективная. И мы стремимся, тяготеем к общению, мы стремимся как-то общаться с друг другом, выйти в этот мир, как-то пообщаться, поговорить, что-то узнать. И себя порой показать. Все-таки 2020 год и этот год, они непростые. И понятно, и локдаун, и пандемия. И люди от этого устали. И люди соскучились по этому общению. И они вышли, скажем, вот в люди. И я многим благодарен, потому что, понятно, я даю себе отчет, что некоторые предписания Роспотребнадзора были, конечно, нарушены. Потому что, ну, без масок многие. Но все мероприятия ведь на открытом воздухе проходили. На открытом воздухе. Ну, понятно, что все-таки скучность была. Но я надеюсь, что я хотел бы сегодня сказать спасибо нашим врачам. Потому что врачи в самом начале первые столкнулись с этим вирусом. А дальше была такая целая работа, пропаганда, агитация с точки зрения прививок. И мы сегодня по прививкам, по сути, первой в Московской области. У нас огромное количество людей привито на сегодняшний день. Мы превышили показатели, которые нам ставились, что был порог более 60%. Мы его превысили. Ну, часть переболела и имеет тоже иммунитет. Поэтому я думаю, что мы, слава богу, как-то, скажем, вот с точки зрения соблюдения этих всех правил норм, мы в целом их как-то соблюдали. И понятно, что вся программа начала в 14 часов. Она была расписана, прописана. Поэтому это вертолетное шоу. Я всегда говорю спасибо нашей компании, вертолеты России. Все-таки база, как бы родина вертолета, это Люберцы. И они все участвуют в подобных мероприятиях. И этот год был не исключение. Ну, а дальше была и концертная программа, соревнования, состязания. Все возможные, мы говорим, активности. Я уже говорил, и спорт у нас разнообразный, разноплановый. Поэтому все это было достойно красиво. В 6 часов начался такой концерт, где у нас был и композитор, по-моему, Дмитрий Колдун. Значит, у нас участвовала, по-моему, Наталья Гулькина. Это из «Миража». Из «Миража», да. То есть, я смотрел по лицам просто жителей, люди. Ну, просто были, ну, и радость была, и улыбки были. У нас было много гостей из других территорий. Ну, я оцениваю, что для меня прошло на уровне. Я оцениваю, что достойно. По крайней мере, люди, кто принимал участие в этих всех мероприятиях, остались довольны. Я хочу сказать, что у нас в целом было задействовано более 800 человек, которые именно занимались организацией и участвовали именно в самих мероприятиях. Это тоже большая группа наших жителей. Ну, и в наших поселках тоже было все так же на таком же уровне организовано. В 21 было завершение, это салют. Я оцениваю, что салют тоже был красочный. По крайней мере, многие, кто это видели, всем понравилось. И это было не исключением только Люберцы, но и во всех наших поселках. То есть я оцениваю, что прошло все на уровне, и наша задача стоит эту планку держать. Потому что, ну, нас же сравнивают с Москвой. Мы столичная региона, я везде об этом говорим. Стоит задача этот уровень, эту планку держать. Я думаю, что нам в какой-то степени это удалось. Спасибо за подробный ответ, Владимир Петрович. Любые перемены возможны только при постоянном взаимодействии жителей и власти. И здесь, конечно, гражданская позиция каждого человека крайне важна. Завтра в России состоится главное политическое событие года выбора. Мы будем выбирать Московскую областную думу и в Государственную думу России депутатов. Владимир Петрович, о том, как участки приготовились к встрече с избирателями, я предлагаю посмотреть сюжет. Видны кабинки, в первую очередь. Тут у нас телевизор. Дальше сами КАИП. На избирательном участке номер 1454 установили две камеры видеонаблюдения. Одна направлена на вход в другой. Видны участок и работа членов избирательной комиссии. У нас члены комиссии опытные люди, много лет работающие. Все прошли тестирование по работе на выборах, на голосованиях. Все получили сертификаты. Профессионалы своего дела. Особое внимание на выборах уделяют эпидемиологической безопасности. На входе для каждого избирателя обязательное измерение температуры. Но участок пропустят только в маске и перчатках. В помещении каждый час будут проводить дезинфекцию. Плюс ручки у нас каждому индивидуальные. Это обязательно. Плюс мы сами раз в час меняем тоже свою, так сказать, верхнюю одежду, которой мы обязательно должны быть. Все члены участковой избирательной комиссии предоставили сертификаты о вакцинации и сдали ПЦР-тест на коронавирус. На каждом избирательном участке будет строго соблюдена тайна голосования. Ежедневно бюллетени избирателей, которые проголосовали, будут упаковываться в сейф-пакеты и убираться в металлические сейфы и храниться там опечатанными до 19-го числа. У нас будет четыре избирательных бюллетеня. Два бюллетеня по выборам депутатов Государственной думы, два бюллетеня по выборам депутатов Московской областной думы. К избирателям, которые не могут посетить участок по состоянию здоровья, все члены комиссии придут домой с бюллетенями и переносным ящиком. Избирательные участки будут открыты три дня – с 17 по 19 сентября с 8 до 20 часов. Владимир Петрович, сколько избирательных участков будет в Люберцах и как гражданину найти тот участок, на котором он может проголосовать? Во-первых, вы очень подробно сейчас разъяснили, объяснили, каким образом организована избирательная комиссия, как это все происходит, как будет происходить. Это три дня. Мы первый раз в таком режиме сегодня работаем, что голосование три дня. И это непросто, потому что эта нагрузка идет на избирательные комиссии. Одно дело, сутки там отработал, а когда трое суток, по сути, потому что мы говорим, что утром надо прийти, целый день идти на участки, потом надо это все закрыть, опечатать, уйти. И все эти участки охраняемы, и это нагрузка на полицию. Одно дело, когда один день, и другое дело, когда трое суток. Это разные вещи. А у нас участков, мы по Московской области, мы по участкам, наверное, вторые. Первые – Балашиха, там порядка 170 участков, у нас 171 участок. У нас 71 место для голосования. И понятно, мы, как правило, не меняем место голосования. Все, кто в Люберцах проживает, те же места, где было голосование, там оно и происходит. Как правило, в основном это учебные заведения, это школы. Но, понятно, есть новоселы, есть приезжие, их квартирку купили. Поэтому все это можно найти через сайт избирательной комиссии, где найти, значит, есть, будем говорить, там возможность найти себя с точки зрения, где место для голосования. Там есть такая, как бы, опция. И на сайте Центральной избирательной комиссии вы найдете точно, где ваш участок находится. Только надо забить свои данные и место проживания, место регистрации по паспорту. И тогда, сегодня, слава богу, все компьютеризировано, цифровизация тотальная, и вы легко находите свое место голосования, где находите, идете, голосуете. Ну, я допускаю, что кто-то где-то как-то заблудился, тогда есть социальные сети, пишите там или спросите, и мы вам тоже подскажем. Поэтому найти место для голосования нет сегодня не вопроса. Я думаю, до любого соседа спроси, если даже, и те тоже покажут, подскажут. Ну, сегодня у всех есть телефон, есть компьютер, поэтому это через сайт Центральной избирательной комиссии находится это легко. И понятно, что на тему выборов тоже кто-то говорит, да я не пойду, там же все решено. Значит, кто-то, какие-то другие, другая мотивация не ходит. Поэтому сегодня федеральный законодатель определил не день, а три дня. То есть идут огромные затраты, привлекаются огромные ресурсы. В том числе люди, которые работают на избирательных участках, а у нас их там более полутора тысяч человек. Эти все люди будут напряженно три дня работать. Поэтому даже из уважения к ним надо пойти проголосовать. Не можешь 17-го в пятницу, иди в субботу 18-го. Не можешь, есть воскресенье. С 8 до 8 можно проголосовать. Ну, и с точки зрения все решено. Я хочу сказать, я бываю часто в школах, начали со школьниками беседы, особенно со старшегласниками. Зависит порой от обычного среднего человека, от одного что-либо, такой большой страны, как Россия. Ну, оно печально. Я не расскажу не сами, возможно, приятные, скажем, мысли вслух. Конечно, от среднего человека, от одного, ну, наверное, мало что зависит. Но когда в складчину, когда в такой большой стране, а нас там 140 миллионов, и каждый идет, отдает свой голос в совокупе, конечно, мы влияем. А сегодня Государственная Дума – это будет другой орган, нежели действующая. Потому что мы приняли Конституцию в этом году. По Конституции Государственная Дума формирует правительство, утверждает премьер-министра, утверждает министров. То есть совершенно другой функционал у Государственной Думы. И мы сегодня, как народ, формируем Госдуму, а дальше Госдума, она будет формировать правительство. А как работает правительство, так и организована жизнь в целом в нашей большой стране. Поэтому я сегодня хотел бы, пользуясь случаем, пригласить наших жителей, насколько я могу, там, настойчиво и просто прошу, все-таки найти время, эти три дня, найти какой-то там час, набраться сил, терпения, зайти, проголосовать. Я сегодня не агитирую за кого. Каждый имеет право выбрать того, кого он считает нужным. Это то ли это партия, то ли это одномандатник. Вы выбираете, голосуете, и смотришь, как-то мы постепенно, пошагово будем как-то нашу жизнь улучшать. Потому что я даю себе отчет. Вот мы избираем Госдуму, дальше правительство, ничего не происходит в одной части. Да, мы в свое время, я помню, мы строили коммунизм, и люди хотели жить при коммунизме. Ну, была такая мечта. Есть вещи, которые неосуществимы, они не могут быть мечтой. Но то, что мы, так или иначе, при всех сложностях, все-таки мы из года в год живем лучше. Из года в год территория наша благоустраивается. Из года в год, вы посмотрите, что в наших школах происходит. Вы в медицине за последние годы. Я скажу, 5 лет назад посмотреть, и сегодня. Это большая разница. И мы сегодня, если формируем, собираем, я извиняюсь, достойных людей, которые будут представлены в Госдуме, смотришь, через 5 лет будут другие итоги, мы их подведем, эти итоги. И мы обречены, если мы правильно формируем власть, обречены с властью нашу жизнь сделать лучше. Поэтому я искренне желаю нашим жителям найти возможность и проявить свою гражданскую позицию. И найти желание в себе пойти на участки и проголосовать. Конечно, потому что это важно очень. Я всегда привожу пример, меня немножко эфир задерживаем. У меня есть такой приятель, Вячеслав Григорьевич Глазков. И он проиграл выборы, по-моему, в 2001 году или в 2000 году в областную думу, а областная дума более 115 тысяч избирателей, проиграл выборы, значит, ну, сейчас же она покойная, царство небесное, Галина Сергеевна Аринина. Аринина победила с отрывом 4 голоса. 4 голоса, Аринина стала депутатом областной думы. А Глазков проиграл. Обидно. Ему обидно, а Аринина тогда была приятна, потому что она выиграла всего в 4 голоса. Поэтому каждый голос имеет значение. Владимир Петрович, спасибо вам за ваши ответы на наши вопросы. Спасибо. Дорогие зрители, я благодарю вас за внимание и прощаюсь до новых встреч на телеканале ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова